Я сегодня хочу поделиться с вами словом, и это не прям свежая проповедь, но я размышлял, думал, я думаю, что как раз хорошая тема в это непростое время для каждого из нас. Эта проповедь у меня называется так, жизнь с правильной целью, потому что мы все с вами имеем одну жизнь, начинали все ее по-разному, слава Богу, что Господь нас встретил где-то в нашем пути и дал нам возможность прожить жизнь еще раз, но по-другому. Понятно, что есть у нас у каждого своя история, и назад все это не отмотаешь, и все пришли к Богу в разном возрасте, но у нас есть определенная цель, которую Бог ставит перед нами, и важно, чтобы мы с вами в эту цель попадали. Я, знаете, однажды такую историю услышал про одного человека, который проезжал мимо дома своего соседа, и он увидел, у соседа был такой большой ангар, и на этом ангаре были мишени нарисованы, и когда он проезжал мимо, он обратил внимание, что попадание было в центр каждой мишени. И он думает, я не знал, что мой сосед так метко стреляет. И он развернулся и заехал к соседу выразить ему свое почтение и удивление этой всей историей. И он говорит, сосед, я никогда не думал, что ты так метко стреляешь. И сосед говорит, ну как бы да, но не совсем. Дело в том, что я сначала стрелял, потом рисовал мишени. Оказывается, он был не стрелок, а художник. Поэтому, знаете, как бывает, у нас в жизни тоже так бывает, мы сначала стреляем, а потом рисуем. И мы делаем какие-то ошибки, мы где-то идем куда-то не туда, а потом объясняем всеми себе, в том числе, что все-таки мы шли таки правильно. Поэтому, можно иметь видимость попадания в цель, но быть просто художником и не стрелком. Иногда мы создаем видимость того, чего в действительности нет. Да, вот сегодня уже звучала такая тема, что мы должны жить святой жизнью. И даже тогда, когда мы находимся в рабстве, даже тогда, когда этого, может быть, никто не оценит. Но есть Бог, который видит. И есть цели, которые Он ставит перед нами в Своем Слове, в Своих принципах. И нам важно в эти цели попадать. Потому что Он дал нам для этого все необходимое, чтобы мы могли в эти цели попасть. Интересный такой момент, что однажды я читал один псалом, и я увидел определенные принципы для себя. Я думаю, что вот, ну как классно. Я думаю, что не один я эти принципы видел. И, возможно, вы обращали на них внимание также. Но я хотел бы сегодня этим поделиться и почитать с вами 127-й псалом. Он известный, я думаю, что для вас он не будет новым. Здесь написано так. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благослови тебя, Господь, Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. И вот я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами посмотрели, рассмотрели несколько шагов того, как мы должны двигаться, как мы должны попадать в цель. Потому что есть определенная градация. Знаете, как вот, если вы знакомы с мишенью, то вы увидите, что на этой мишени есть разные круги, которые имеют разную значимость. Но в центре есть десятка, в которую мы должны попадать, и все считается от этого момента. Потому что все целятся в центр. И вот интересно, что здесь мы видим, как начинается все. И начинается все первая мысль, которую я хотел бы здесь обозначить. Это наша личность. Все начинается с нас. Бог всегда начинает с нас. Нам всегда хочется, чтобы Он начал с кого-то. Чтобы Он начал с обстоятельств, в которых мы живем. Нам кажется, что если все вокруг изменится, то мы станем лучше. Но Господь знает, что проблема и грехопадение – это есть проблема. Проблема человека в самом человеке. Поэтому Иисус Христос, Он пришел не для того, чтобы менять все вокруг. Он пришел и умер, и воскрес, чтобы изменить каждого из нас, начиная с нашего сердца. Потому что когда меняемся мы, меняется много чего вокруг. Точно так же, как грехопадение человека, которое началось именно с сердечных размышлений, привело к катастрофе всего человечества. И сегодня мы до сих пор с этим сражаемся. Мы натыкаемся на все эти проблемы постоянно, которые создают нам огромный дискомфорт. И нам хотелось бы, я еще раз повторюсь, чтобы Бог поменял все вокруг. Сегодня много у людей таких вопросов. Почему Бог не остановит там войну? Почему Бог там не изменит тех и этих? Почему все это происходит? Почему Бог? Но ответ Бога такой, друзья. Я для вашего изменения сделал все. Но так как вы не меняетесь, вокруг вас происходят все эти проблемы. Не потому что я, а потому что вы. Поэтому все начинается с личности. Здесь написано, блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Вот хотелось бы немножко на эту тему поговорить. То есть благословение в Библии это чаще всего благорасположение Бога к нам. Чтобы благословить нас и благословить через нас. Поэтому Бог начинает с нас. Мы не можем с вами испытывать полноту Божьих благословений, если все благословения останавливаются на нас. Знаете, в христианстве все равно есть такая тенденция. Нам хочется, чтобы Бог нас благословил, но чтобы все осталось у нас. Но Господь учит нас. Точно так же, помните, как Он пришел к Авраму и Он сказал ему, я хочу благословить тебя, но в тебе благословятся все народы. Я не только благословлю тебя, но я сделаю тебя благословением. То же самое Бог делает с нами. Он хочет нас благословить, но Он хочет, чтобы мы стали благословением также. Но чтобы стать благословением, необходимо соблюдать некие условия, которые Бог нам объясняет и показывает. Поэтому интересно, что здесь написано. Итак, благословен боящийся Господа. Страх Божий, что это такое? Это не тогда, когда ты перепуган насмерть, потому что ты боишься, что сейчас Бог явится и тебе придет кирдык. А кирдык не лечится. Поэтому страх Божий, это относиться к Богу со всей серьезностью, с почтением и уважением. В Ветхом Завете часто говорится о трепете перед Богом, о почтении к Нему. То есть, когда ты понимаешь, кто Бог и кто ты. Для чего мы читаем Библию? Вот некоторые люди, они спрашивают, зачем читать Библию? Вот вы постоянно читаете Библию, в чем смысл? Вы же, наверное, ее уже знаете. Но когда ты читаешь Божье Слово, знаете, что основное открывает нам Божье Слово? Бога. Основная цель Божьего Слова – показать нам Бога таким, какой Он есть, а не таким, как мы себе Его представляем, рисуем или еще что-то. Потому что у каждого из нас есть искаженное понимание Бога. Именно поэтому Иисус пришел на эту землю, чтобы представить нам Отца. Не таким, как Его рисуют себе люди и понимают, хотя читают Писание, но представить Бога таким, какой Он есть. Потому что от того, как ты понимаешь Бога, от этого ты строишь всю свою жизнь. Это важно. Второй момент, который открывает нам Писание – это кто мы? Эти две важные истины. Потому что, понимая, кто такой Бог, ты понимаешь, кто такой ты, и у тебя есть ответ на проблему человечества, которую решает Бог. По-другому очень сложно это все понять. Это не просто набор историй каких-то, каких-то правил, каких-то там законов, чего-то еще. Это прежде всего вот эти два важных откровения. Чтобы в нашу жизнь пришло почтение к Богу. Чтобы страх Божий привел нас к осознанию величия и могущества Господа, который не охотится на нас, а который ищет любую причину благословить нас. Бог говорит, дай мне повод тебя благословить. И иногда Богу даже не нужен повод, Он просто тебя благословляет. В надежде, что ты это оценишь. Когда Иисус умирал за нас, Писание говорит, Господь умер за нас, когда мы были еще грешники. Это благословение пришло к нам тогда, когда мы Его не просили, не понимали. Более того, нас не было. Он уже нас благословил. Поэтому благословение приходит к тем, кто относится к Богу со всей серьезностью и не играет с Ним. Знаете, сегодня многие христиане переживают о стране, чтобы страна изменилась, спаслась, начиная с президента. Но я всегда задумываюсь на эту тему, и я думаю так. Зачем Богу заниматься страной, если его собственные дети не имеют к нему почтения? Живут так, как им хочется, и оправдывают свои поступки. С чего Бог начинает? Мы бы хотели, чтобы он начал со страны. А он не начинает со страны. Он начинает с нас. Нам бы хотелось, чтобы Бог начал с церкви. Будет нормальная церковь, буду нормальный я. А Бог начинает с нас. Нам бы хотелось, чтобы Бог начал с жены. Была бы жена нормальная, и я был бы сидящий у ворот. Понимаете? То есть мы всегда начинаем сдалека, а Бог целится в десятку и говорит, я начну с тебя, я покажу тебе тебя. А это не очень приятно. Если я испорчен как личность, это повлияет на мою семью. Моя семья повлияет на церковь, церковь на город, город на область, область на страну, страна на мир. Нормально? Спасибо. Спасибо. Знаете, вот когда Америка начиналась, туда поначалу приехало большое количество людей верующих, таких как Пуритани. И они формировали ценности целой страны. Понятно, что сегодня многое изменилось, потому что туда едут не Пуритани, а каждый везет что-то свое. И когда мы притаскиваем что-то свое, в смысле себя, то мы можем быть или благословением, или проблемой. Поэтому, если ты хочешь, чтобы мир вокруг тебя был лучше, начинай не с мира, а вернись к источнику, к самому себе. Помните историю с Елисеем, когда источник, вода была непригодной для питья. И Господь ему сказал, возьми чашу, возьми соль и приди к истоку и высыпи туда чашу солью, и вода сделается здоровой. Хочешь, чтобы из твоего чрева текли реки воды живой, а не просто реки, начни со своей перемены. Почему вот Иисус говорил с самарянкой, и она там говорила о поклонении, вы не так кланяетесь, мы так кланяемся. Ну, то есть, женщина, она в жизни все порешала, у нее все было правильно по жизни. Но Иисус ее не осуждал вместе с этим, но он ей сказал, послушай, ты вообще не знаешь, в чем суть. Я дам тебе воду жизни, которая станет источником внутри тебя, и ты на все посмотришь по-другому. Она была изгоем, но стала центром пробуждения. Все только потому, что Господь коснулся ее сердца. И потом те люди, которым она свидетельствует, и которые пришли и увидели Христа, дальше эти люди поменялись, и они сказали, теперь мы пришли и смотрим, и слушаем, не потому что ты нам сказала, а потому что мы сами видели. Мы сами соприкоснулись. Все начинается с нас. Аминь. И если ты не имеешь страха Божьего, ты не почитаешь Бога, независимо от того, каким бы духовным ты себя не считал. Твое хождение перед Богом измеряет твое почтение к Нему. Потому что некоторые говорят, а как мне почитать Бога? Как мне бояться Бога? Живи по Его слову. В этом и есть почтение Богу. Твое хождение перед Богом определяет твое отношение к Богу. И так далее. Второй круг в этой мишени, когда мы начинаем заниматься своей внутренностью, когда мы открыты для Бога, когда мы позволяем Духу Святому работать в нас, скажу больше, почему Иисус говорил своим ученикам, лучше для вас, чтобы я ушел. И они думали, почему лучше? Потому что придет другой утешитель, который пребудет в вас и с вами вовеки. Дух Святой, который будет работать с вами постоянно, на постоянной основе. Он знает ваши мысли, Он знает ваши чувства, Он знает ваши мотивы, Он знает ваши желания. И что бы кто ни говорил, Он знает. И Он ваш друг. При том, что Он знает о нас все, Он остается нашим другом, и Он работает с нами, меняя нас изнутри. И то, что не можем мы, потому что по своей природе мы не способны быть лучше. Но Он, работая в нас, делает нас способными быть другими. Это важно. Второй круг, друзья, который я хотел бы обозначить, это твоя семья. И дальше в этом псалме написано, жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Интересно, да? Первый, кто должен знать, что ты человек Божий, это твоя семья. Те, кто с тобою живут. Не духовная семья, а физическая. Потому что в общине мы можем делать красивый вид. Мы можем красиво все делать. Носить нарядную кипу. Молиться правильно. И даже сделать хануку красивую. И выиграть. Но что о нас думают те люди, с которыми мы живем? Вот вопрос. Могут ли люди, которые живут рядом с нами, сказать, ты человек Божий? Спасибо за бурный ответ. Друзья, также с нашим лидерством то же самое. Мы можем говорить, я лидер в семье, в доме. Но я говорю как бы от лица мужчины, потому что я мужчина. Лидерство это не позиция. И не с нее начинается наше лидерство. Оно прежде всего начинается лично с нас. Если мы в своей жизни не можем навести порядок, то как мы можем повести к порядку других? Как я могу требовать порядок в жизни тех, кто рядом со мной, если я сам не показываю это своим личным примером? Понимаете? Слава Богу. Насколько ты можешь упорядочить свою собственную жизнь и потом жизнь своей семьи? Нам всегда проще учить тех, кто рядом. Жену, мужа, тещу, невестку, свекровь, кто там еще. Короче, все вот эти вот родственники. Понимаете? Внучку, жучку, репку, мышку. Мы всем можем дать четкое определение, кто чем должен заниматься. Мы даже специалисты в мышах. Но всегда все возвращается к нам. Все начинается с нас. Мы часто хотим изменить церковь. Знаете, бывает такое, что люди приходят в церковь и сразу они начинают помогать. В кавычках. Давайте мы поможем вам сделать церковь лучше, потому что, судя по всему, она у вас не совсем правильная. Потому что мне не помогает. Мы приходим в церковь не менять церковь, мы приходим в церковь меняться самим. Так это работает. Слава Богу. Наконец-то я услышал один омен. Кто-то проснулся. Видать, есть что менять в этой церкви. Поэтому, друзья, мы так бывает, мы хотим церковь поменять, правительство, общество, в котором мы живем. Как все можно это изменить? Начни с себя, со своей семьи. Что происходит в нашей семье? Какая атмосфера в нашем доме? Что думают о нас наши родные, наши собственные дети? Есть ли у нас авторитет в нашем доме? Если мужчина боится Господа, вот здесь Псалом, он в принципе как бы в этом ключе, если вы обратили внимание, то его жена будет как плодовитая лоза. Ну, в традиционных церквях это значит рожает каждый год. Да, как некоторые говорят. Она должна быть всегда беременной и босой, чтобы не сбежала. Спрячь обувь, да? Я сейчас не об этом. Я не о том, что она должна каждый год рожать, и поэтому нормальный мужчина, у него жена всегда беременная. Я не об этом. Здесь сравнения интересные, да? Вот мы говорим о винограднике. Знаете, вот, я не знаю, у меня как-то был такой момент, мне нравятся виноградники. По разным причинам, не буду сейчас объяснять. Но я когда смотрю на виноградник, знаете, что я вижу? Вот как отличить хороший виноградник от плохого? Заросший и ухоженный. Какие еще варианты? А? Лоза. Ну, как бы, если это виноградник, лоза должна быть хотя бы. Что еще? Плоды. А? Обрезан, не обрезан, да? Хорошо. Это уже правильное. Это уже правильный виноградник. Что еще? Очищенный или не очищенный? Очищенный. Без косточек. Без косточек, очищенный. Подвязанный. Подвязанный. Политый. Какой хозяин. Политый. Вот вы прям все рассказали, кроме одного, на что обратил внимание я. С какого сорта? С какого сорта? Нет. Знаете, корни тоже хорошо. Но знаете, на что я обратил внимание? На столбики. Я обратил внимание на столбики. Потому что лоза, если твоя жена лоза, ты должен быть нормальным столбом. Потому что лоза имеет такое свойство, она ж не торчит на 15 метров, это ж тебе не кипарис. Это лоза. Лоза нуждается в опоре. Муж, боящийся Господа, это хороший столбик, на который опирается лоза, которая бывает плодовита и сочна. Если лоза валяется в грязюке, то что-то не в порядке со столбом. Можно, конечно, ей предъявить претензии, почему она лежит в грязи, но проблема в столбике. Обрезан он, не обрезан, это вопрос в толрой, но он должен быть. Понятно? Я рассуждаю или нет? Очень понятно. Хорошо. Знаете, апостол Павел рассуждает о муже, и он сравнивает его со спасителем для своей жены. Да? Павел так рассуждает. Насколько я знаю, спаситель идет на крест. Если ты не был на кресте, значит, ты еще не спаситель. Если ты не умер для себя, и все вращается вокруг тебя, то что-то не так с тобой. Знаете, мы все стараемся притянуть все внимание к себе. Но Иисус Христос, Он сказал, я пришел не для того, чтобы мне служили, но я пришел, чтобы послужить и отдать свою жизнь. Это наше призвание. Мы женимся не потому, что мы хотим быть счастливыми, а потому, что мы хотим кого-то сделать счастливыми. Но если мы эгоисты, мы никогда никого не сделаем счастливыми. Если мы только потребляем, а не отдаем, у нас будет проблема. Мы не сможем быть спасителем, подобным Христу, для тех, кто находится рядом с нами. Это прообраз. Мы не спасители. У нас единственный спаситель, Иисус Христос. Но почему-то Павел сравнивает нас, мужчин, со Христом, женщин, с церковью. Развал в семью приходит тогда, когда в семью приходит отсутствие страха Божьего и почтения к нему. Знаете, сатана очень сильно атакует семьи, так как он знает, что кто владеет семьей, тот владеет будущим и может его контролировать. Знаете, когда Господь создал Адама, дьявол не появился в тот момент, когда Господь создал Адама. Когда он появился? Когда он создал Еву. Вот тогда и дьявол пришел. Он не тупой. Потому что он понимал и он знал, что Господь дал Адаму видение, цель. Плодитесь и размножайтесь. Дьявол точно понимал, что сам он этого сделать не может, поэтому можно не переживать. Но когда появилась Ева, помощница, соответствующая ему, тогда появилась большая опасность, что вся земля наполнится Божьей славой, потому что его творение будет умножаться, наполнять эту землю и распространять те ценности, которые Бог вложил в свое творение. И дьявол появился, и это не была атака на человека. Это не была атака на Еву, это не была атака на Адама, это была атака на семью. Мы должны это для себя понимать. Состояние нации, это состояние семьи, только в большем масштабе. Понимаете? И там дальше написано, твои дети, как ветви маслины вокруг твоего стола. Есть другие моменты, написано, как саженцы, не полноценные деревья, а как саженцы. И вот саженцы оливкового дерева, им нужно 15 лет где-то, чтобы начать плодоносить. Но потом они могут это делать и две тысячи лет. Представляете? Думаю, ничего себе. И вот интересно, что когда речь идет о воспитании будущего поколения, Писание всегда обращается к мужчинам. Почему-то в нашем обществе мы все переложили на женщин, это их задача воспитывать детей. Но Писание, вот вы, вы мессианская община, вы евреи, вы понимаете это лучше, чем все вот эти язычники вместе взятые. Потому что Израиль имеет вот это наследие шабата, когда каждую неделю израильские семьи собираются вокруг стола. Мужья и жены, их дети. И там из поколения в поколение, из неделю в неделю передается ценность и важность того, что Бог является источником всего. Всякого благословения Бог скрепляет нашу семью. Это момент, когда все участвуют в этом процессе, когда говорятся благодарности Богу за Его обеспечение, за Его заботу, за Его любовь. Когда дети видят, как Отец священно действует и показывает своим примером важности и ценности, молясь за свою жену, за их мать и так далее, за них. И они видят это каждую неделю. Это было самое важное и ценное. И вот это мы видим, сегодня таких традиций нет. Сегодня все наскаку, наспех, мивина. и растворимый кофе. Господи помилуй. Все быстро. Нам некогда сесть, поесть и помолиться. Мне вчера понравилось, Рэба такие мысли сказал. Нам было плохо, мы победили, давайте поедим. Это прям нормальный слоган, можно написать на церкви. Мессианская община. Нам было плохо, мы победили, давайте поедим. И открыть нормальный ресторан, рядом с церковью. Правильно? Ладно, третья мысль, у меня уже, вы долго слушаете, у меня время заканчивается. Третья мысль, это церковь, да? Я, семья, церковь. И здесь написано, благослови тебя, Господь, Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Благослови тебя, Господь, и Сиона, речь идет об обществе святых. Не только о городе Сион, и потому что здесь есть определенные прообразы, которые Господь указывает и дальше. Сион это гора, на горе город, в городе храм, место пребывания Бога. Почему семьи приходили на Сион? Почему семьи приходили в Иерусалим? Чтобы осознавать самим и показывать своим детям, что мы часть чего-то большего. Знаете, иногда люди спрашивают, зачем ходить в церковь, можно и дома помолиться? Да, дома нужно молиться. Шаббат каждая семья проводила дома. Но также Господь сказал, три раза в году собирайтесь и приходите в Иерусалим на поклонение. И здесь не просто давайте входим в Иерусалим на поклонение. Потому что когда семья приходила, она видела, что не они одни. Верят в Бога, соблюдают Шаббат. Есть целая нация, целый народ, который почитает Бога, и они часть этого народа. Они просто сами по себе где-то в углу. Для каждого из нас это важно. Мы собираемся вместе, потому что мы часть Божьего народа. Мы не только дома молимся, в своей тайной комнате. Мы не только вместе с семьей проводим время. Но мы также проводим время с Божьей семьей, которую создал Господь. Писание говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому важно, чтобы мы были вместе. То есть Сион это собрание людей, состоящих в Завете, которые понимают, что они часть большой семьи нашего Господа и нашего Отца. В послании к евреям, 12 глава, 22-24 стих написано, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящие лучше, нежели кровь Авеля». Поэтому, друзья, это важный момент, когда мы вместе, и Бог, естественно, работает в церкви. Бог меняет церковь, Бог меняет нас, меняет наше мышление, потому что, знаете, проще находиться дома и молиться, но когда ты становишься частью собрания, ты сталкиваешься с людьми, непохожими на тебя. Как мы обычно таких людей называем? Правильно, странные. Потому что странный, это значит непохожий на меня. Но Бог меняет нас, работает, соединяя нас в одно тело. Еще последняя мысль, четвертая, это наследие и общество, в котором мы живем. И здесь написано, «Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благодействие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле». Друзья, Иерусалим – это город, дети детей – это нация. Мы приходим к городу и нации только после личности, семьи и церкви. Меняя нацию и город, давайте начнем с дома, в котором мы живем, с улицы, с работы, на которой мы работаем. У каждого из нас есть особенное, особое служение тем, кто рядом с нами. У нас есть миссия. И важно не страдать глобализмом, а начинать с чего-то малого. Меняешься ты. Меняется твоя семья. Церковь сильная и здравая, которая влияет на город, в котором мы живем. Все, кто вокруг нас, Он смотрит на нас. Все эти люди смотрят, как мы живем. И мы должны это четко понимать, и люди должны понимать, мы принадлежим Христу. Мы Божий народ, который боится Господа, ходит Его путями, независимо от того, что сегодня декларирует и говорит этот мир. Мне все равно, что говорит этот мир. Мне важно, как видит меня Бог. От этого зависит мой успех и процветание. Может быть, я в рабстве, но я должен быть светом. Может быть, вокруг полная тьма, но я должен быть светом. И приходит время, когда мы выходим за пределы стен, чтобы показать Христа этому миру, который вокруг нас. поэтому, друзья, наши дети и внуки должны заполнить это общество, наполняя его светом Христа. это не просто какая-то миссия церкви. Но когда мы качественные христиане, наша семья, наш дом, наши дети, все эти принципы, они идут в общество, в котором мы живем. Мы влияем на это общество. Мы осоляем это общество. Мы являемся светом для этого общества. Свет пронзает всякую тьму. Не случайно Иисус, придя в этот мир, Он говорит, Я есть свет для этого мира. И многим это не нравится. Но когда ты живешь правильной жизнью, Господь подтверждает это. И что-то особенное обязательно происходит. Мы живое свидетельство. И также послание для этого мира. Поэтому давайте мы еще раз можем читать этот псалом и ставить для себя определенные цели. Если я еще не изменен, начни меняться. Если все вокруг тебя раздражает, есть большая вероятность, что что-то не так с тобой. Стань благословением для твоего дома, для твоей церкви, для твоего города. И ты увидишь, как свет Божий начнет проникать туда, где была тьма. Давайте помолимся. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты свет для этого мира. Мы благодарны Тебе, что Ты надежда для этого мира. Ты источник жизни. И Ты однажды нашел нас, Господь. Мы не были этого достойны. Но Ты так сильно возлюбил нас, потому что мы Твое творение. Хотя мы отвернулись от Тебя, Ты не отвернулся от нас. Ты верный Бог. Все эти времена Твое слово говорит, что Ты не меняешься, поэтому Вы, сын Иакова, до сих пор живы. И мы благодарны Тебе за это, Господь. Ты верный Бог. Ты чудный Бог. И мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, меняй нас. Преображай нас в образ Иисуса Христа, чтобы те, кто находятся рядом с нами, видели в нас Тебя, Господь. Чтобы не только мы были благословены, но мы стали благословением для своих домов, жен, мужей, детей, близких и родных людей нам. Чтобы мы стали благословением для церкви, для общины, частью которой мы являемся, Господь. Чтобы мы не искали своего, но отдавали благословение. Чтобы мы стали благословением в этом городе, в обществе, в стране, Господь, распространяя Твой свет и осоляя этот мир ради Твоей славы. Мы благодарим Тебя за это, Господь, и воздаем Тебе всю честь и славу, великий Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok